приветствую вас уважаемые дамы и господа меня зовут феликс фидлер и сегодня я хочу вам поделиться своей реакцией реакции на вашу реакцию на вчерашнее видео о пенсионерах вы знаете пришло очень много разных ответов комментарии в основном это положительные люди благодарят за то что я показываю американскую жизнь как живут наши русскоговорящие эмигранты пенсионеры которые приехали сюда уже в возрасте пенсионном и получили статус беженцев вы знаете эта женщина столько было желчи столько было ненависти к американцам ну и видимо ко мне тоже за то что американские пенсионеры живут намного лучше чем российские и что во всех этих бедах по ее мнению виноваты американцы какая все это глупость а вы знаете вот эту ненависть насаждают вам кто-то вам насаждает эту ненависть к американцам для того чтобы вы не копались и не понимали кто конкретно все таки кто конкретно вам кто виноват в том что вы получаете вот такое что вы получаете я не люблю политику это грязное дело и ни в коем случае не хочу не хочу никаких подстрекательств своих видео не против кого я уважаю людей я общаюсь с людьми из россии из украины и знаю реально реальную жизнь там не летаю в облаках и хочу показать вам как живут настоящие реальные простые американцы и хочу показать что здесь в америке никто не настраивает людей против россиян против русских людей наоборот здесь уважают русские опять же наверное благодаря нам эмигрантам которые приехали из бывшего советского союза потому что мы действительно здесь трудоголики хорошо серьезно работаем тяжело трудимся учимся и создаем благо для америки для себя и для америки поэтому наверное американцы и считают что все русские такие поэтому вместо желчи и вместо вот этого негатива который я получил в адрес американского народа вы должны наоборот благодарить за то что американский народ а вас очень хорошего мнения еще хочу сказать что обычные рядовые американцы они живут не так как пенсионеры прибывшие из советского союза это немножко другая картина и об этом естественно я буду делать следующее мое видео где расскажу как люди работают как люди зарабатывают здесь себе пенсию в каком возрасте люди идут здесь на пенсию и какая дорогая здесь медицина и как люди действительно те которые заработали себе пенсию не очень довольны положением дел в стране в этом отношении а вот буквально недавно вам приведу сейчас один пример буквально недавно один из моих американских друзей он работал настоящий коренной американец работал всю жизнь в издательстве в крупном газетном издательстве губ бостон глоб и вдруг вот он заболел и все деньги у него ушли на на покрытие вот этих медикаментов вы знаете до того дошло что ему пришлось продать хорошую квартиру в центре города для того чтобы чтобы покрыть чтобы оплатить все свои расходы на медикаменты они продали квартиру и рентовали эту же самую квартиру у покупателя но только для того чтобы могли покрыть все расходы в конце концов неделю тому назад человек умер его жена осталась вот в таком вот плачевном состоянии это коренные американцы которые родились учились и работали здесь всю жизнь а подошло время к пенсии он еще не дошел до пенсии он еще продолжал работать но компания не могла оплатить и страховка которая у него была не могла оплатить полную стоимость медикаментов вот такие вот ситуации у нас в америке не все так отлично как вам кажется согласно тех видео что я показываю у меня был конкретный вопрос по поводу пенсионеров русскоговорящих которые приехали в страну как они адаптировались еще я хочу в следующем видео расскажу вам о людях по тех молодежи которая рожает детей и какие законы строгие которые не очень такие серьезные не очень хорошие законы в отношении рожениц они не могут быть с детьми с новорожденными столько так долго как в россии и в украине женщины могут быть со своими детками тут не все так прекрасно как кажется со стороны обо всем об этом я и собираюсь делать свои видео реальные невыдуманные о жизни о настоящей реальной жизни в америке поэтому пожалуйста принимайте эти видео так как есть на самом деле это все без приукрасок и ни в коем случае никакого злорадства нет по отношению к жизни российских или украинских людей а наоборот а если вам нравятся мои видео пожалуйста подписывайтесь на мой канал пожалуйста пишите в коментах что бы вы хотели увидеть о чем бы вы хотели узнать о жизни о чем как о каких конкретные вопросы вы хотите задавать пожалуйста я сделаю видео и подробно расскажу вам о жизни в америке ну в общем то этот анонс я специально сделал для того чтобы вы поняли что я буду продолжать делать эти видео и вот эти негативные так сказать отзывы меня никак не испугали и никак не расстроили всех вам благ желаю всем здоровья всего самого наилучшего оставайтесь со мной на моем канале до встречи и и и Субтитры сделал DimaTorzok